всем добрый день с вами роман канал redecoration ребята вот там вот за моей стеной я в салоне делаю что-то да и там находится декоративное покрытие саната почему ребята саната во первых здесь мне хотелось такой светло-серый цвет здесь подложечку я заколировал в серым красителем само покрытие саната не колеровал во вторых соотношение цена-качество абсолютно не вступает другим материалом и плюс здесь я делаю для себя и я стараюсь ребята просто сэкономить сделать какие-то бюджетные декоратив очки до чтобы как-то облагородить это помещение поэтому я остановился на этом покрытие но опять же если бы мне что-то не нравилось в этом покрытие то есть не устраивало качество не устраивала простота нанесения материала естественно конечно я себе выбрал бы другой материал но раз я выбрался на тука от виан значит сами можете понимать что материал в принципе очень достоин о том как я это делал давайте смотреть в этом видео праймер виан это мелкозернистая кварцевая грунтовочка ребята связи с тем что она вот такая вот видите густая очень густая почти как жидкая шпаклевка поэтому я ее развожу водой 30 40 50 процентов даже не знаю надо сделать чтобы она была короче вот как здесь я грунтовал белый вот чтобы была жидкая такая как обычная краска и сам праймер я колерую мне надо нежный серый оттенок поэтому 24 краситель пуфа микс каменисто-серый ни в коем случае но и берут черный черный немножко вот так вот дал вроде пошел серый оттенок хотят увеличить серый оттенок потемнее дадут чуть больше черного и сразу вся краска вот это весь материал пошел черноту то есть не в темно-серый цвет а в черноту поэтому каменисто-серый краситель ищите такие красители есть значит я даю краситель добавляю сюда конечно водички обязательно все это дело перемешаю мне нужно чуть-чуть затемнить чтобы был серый и сам цвет у нас будет виден только после того потому что каждые материалы работают по разному сам цвет у нас будет виден после того как вы уже развели вроде вам нравится я беру картонку нанес кисточкой просушил феном и тогда я уже увидел цвет поэтому делаем только так не забываем праймер мы наносим велюровым валиком и обязательно развести водой если у вас при нанесении появятся какие-то крупинки то лучше праймер конечно пройти наждачной бумагой размером например 180 автомобильный синий потому как желтая строительная оставляет желтый след все происходит очень быстро естественно после первого слоя нанесения праймера у нас остаются просветы поэтому под покрытие соната к мы праймер обязательно наносим в два слоя по нанесению соната здесь ребята все просто но не стоит забывать материал полупрозрачный в избежание лассировки что такое лассировка то есть материал обладает прозрачностью приблизительно на 30 процентов он прозрачен если он у вас подсох в одном месте и вы наложили туда там уже будет лассировка и пятнышко для того чтобы не было видно такой лассировки вы видите я материал всегда наношу вот так вот по диагонали у нас есть мазера которая просто например и что . у них стоит они сделали здесь квадратик потом квадратик здесь и материальчик у них сверху подсох и вот эти вот квадраты когда они соединяют у них просто видно если лассировка происходит вот когда вы делаете по диагонали тогда лассировку не видно вообще то есть получается так как будто все сделано значит для нанесения у меня ребята две кисточки значит одна кисточка обычная и просто материал наношу а вторую такой вот кисточкой для паркета разглаживаю очень удобно широкие мазки нежно все получается я уже нанес немножечко вот так вот проглажу и наношу материальчик буду наносить материальчик дальше и вам все более подробно расскажу и покажу материала беру немного ребята на кисточку и вот наношу если вдруг здесь уже подсохло и здесь у вас уже есть песочек я сюда первый мазок не ложу я ложу его рядышком и уже материал так сказать раздвигаю и таким образом все иду по диагональке стараюсь смотреть чтобы не было пропусков не делать вот таких вот движений вот таких вот то есть следы от кисточки аккуратненько нежно сглаживать вот видите я ее еле еле держу все происходит довольно быстро вот это вот я делаю вот эту стенку не знаю наверное минут 20 видите взял немножко материальчика на кисточку и вперед главное делать все без пропусков даже часто когда стены у меня большие просто вот так вот сесть на табуреточку если мне удобно и работать работа не пыльная и не тяжелая реально можно сказать что так может сделать каждый ну и вот сейчас смотрите если видно мазок остался я его раз пригладил все и обязательно надо смотреть чтобы не было пропусков чтобы потом ничего не приходилось исправлять нанес этот участочек и ребята кисточка одна чистая широкая которая приглаживаю и все вот эти вот движения от кисточки которые у меня были я разглаживаю в обратном направлении если вижу след сюда то мне сейчас надо его пригладить вот так вот стараюсь убирать все вот эти вот оно видно как материал знаете как краска тянулся за кисточкой все это дело я разглаживаю она понемножечку подсыхает и все вот эти мазочки будут удаляться ну естественно возвращаюсь там где делал раньше то здесь материал уже так не растягивается но все равно должен проверить подправить сюда я вернулся наверное уже четвертый раз здесь что хочется добавить если вы вдруг увидите я просто вот здесь у себя увидел небольшой пропуск если материал сырой вы например здесь еще опыт правили туда но если пропуск вы увидели вот здесь вот то есть не нанесли материал она у меня уже светилась здесь уже будет лассировочка поэтому работайте аккуратненько принципе все понятно по нанесению все очень просто займет у меня эта работа ну думаю не больше часа здесь 9 метров квадратных и уже после высыхания я вам покажу общий вид значит я заканчиваю ребята мне осталось только пригладить материал хочу обратить ваше внимание иначе не просто не включал бы камеру хорошо раскатывайте грунтовочку даже я накатывал велюровым валиком я просто вот сейчас вот внизу наносил и знаете сбоку валика с края чуть-чуть то грунтовочка выступила ее не раскатала но конечно скроется но на это надо обращать внимание то есть очень аккуратненько раскатываем потому как будет видно каждую царапину каждый так как сказать и будет видно все что на поверхности сделали неправильно здесь кстати стену эту здесь гипсокартон слой старта слой финиша и один слой венецианской кельмой финиша с обойным клеем недостатков нету ребята увидели первый раз когда я шпаклевал вот здесь вот пришли тоже глаза на лоб полезли то есть стеночку абсолютно не перетирал можно справиться то есть финишная шпаклевка с обойным клеем шпаклевал я шпаклевкой акрил пуз 2 в 1 значит что ребята я проглаживаю сохнет и смотрим общий вид значит ребята пока не забыл я использовал 600 грамм материала здесь стена для себя просто считаю и будет для вас понятно 257 помножить на 2 и 8 равно 7 и 1 метра квадратных я говорил 9 то есть спокойно чтобы всем хватило можно считать материал 1 литра на 8 метров квадратных при данной техники нанесения на сайте стоит у меня неправильно эту ошибочку надо исправить там указано на 6 метров квадратных получилось у меня ребята вот так вот я даже не знаю прошло наверное я тут ставил вентилятор минут 30 это однозначно еще не полное высыхание еще где-то значит в этих в углублениях этих песчиночка где-то еще есть связующие она белая полностью еще однозначно не будет виден перелив но уже видно как получилось покрытие на стене делается все очень просто смотрится просто шикарно естественно под разными углами освещения получается какой-то перелив здесь материале присутствует стеклянный шарик если где-то он кажется нам темным то в другой стороны он кажется белым ну играет свет который попадает на этот стеклянный шарик покрытие наносится ребята очень просто стоит недорого ссылочку на материалы обязательно оставлю в описании к этому видео но на сегодня у меня все всем вам большое спасибо за просмотр всем вам удачи и добра